Здарова, геймеры! С вами Mavic. Мы играем в Cyberpunk 2077. В прошлой серии мы узнали, что у нас, ну не знаю, еще антигерой или нет, но Киана Ривз уже появился. Итак, это у нас личность, которая через флешку, которая называется щепка, была вставлена в Ви в голову. И эта личность хочет захватить Ви. Ну, посмотрим, что из этого получится. Итак, нам дали таблеточки. Одни таблетки, которые могут устранить эту проблему, чтобы нас не захватывал наш мозг, Киана Ривз, который появлялся здесь. И вторые таблетки, которые наоборот будут способствовать наше умирание нашей личности, Ви и выживание Киана Ривза. Итак, вечный сон. Нам надо выйти из квартиры, потом что-то пополнить боезапас дополнительно, надеть одежду и снаряжение дополнительно, поесть дополнительно, прочитать письмо дополнительно. Давайте-ка посмотрим, что у нас из персонажа. Блин, чайчик заварил, но он еще горячий. Надо было попить. У нас доступные очки характеристики. Одно и доступные очки способностей. Два. И здесь у нас непонятно. Непонятно, что это за уровень здесь такой, смотрите, шипучий. Возможно, может открыться. А не знаю, дополнительные очки характеристики куда-то надо добавлять или нет. Так, реакция. Винтовки, короткоствол, клинки. Нам надо клинки. Ребята, мы еще ни разу короткоствол, клинки. Мы ими не пользовались, но я говорил, что я хочу ими пользоваться. И давайте добавим сюда. Пассивное. Сильные атаки клинковым оружием наносят на 30% больше. Скорость атаки клинкового оружия повышается на 10%. Комбо. Так, так, так. А давайте-ка это что у нас? Это у нас винтовки, клинки, реакция. Так, давайте сюда тогда добавим. Вот. Клинки. Добавилась еще способность. Наступательная защита. Атаки клинковым оружием из блока наносят на 200% больше урона. Это как? Типа блок делаешь и... Пассивное. Твердый шаг. Показатель брони увеличивается на 15%, когда вы двигаетесь. И воробьиный полет. Расход выносливости на все атаки клинковым оружием уменьшается на 30%. Ну давайте как бы начнем уже эти клинковые. Тут вообще, смотрите, как оно все расширяется. Удар дракона, критический урон, отклик... Слушайте, ну мне уже по приколу, мне уже нравится. Видите, чтобы вот это получить, это надо и сюда, и сюда. Да, то есть, не просто так, ребята, все. Гемофилия. Кровотечение продлевается на 3 секунды. Слушайте, ну прикольно. Да... Так, ну... Орвущий поток. Сильные атаки клинковым оружием наносят... Сильные атаки. Красные атаки. Кровоевый танец. Комбо из-за атак клинковым оружием может вызывать кровотечение. Вероятность. Все. Погнали. Это долго просто думаю. Надо все подряд, короче. Все. Покупаем все подряд. Вернее, прокачиваемся. Надо будет... Посмотреть, что у нас здесь из оружия. Катаны у нас здесь нет, видите? Ничего нету. Вообще не вставили. Вот катана по любое надо. Открываем. Так, ну... Дофига чего есть-то. Вот ножика нету. Катана. Есть катана? Что, серьезно? Или... Одежда? Слушайте, а как же я так продуплил-то? Катана. Как нам ее вставить? А ну-ка. И еще раз. А это ж... Одежда какая. Прочная офисная юбка. Нафиг надо. Прям тяжелый армейский жилет. Мелитех. Это что? Для боеприпасов и трофеев. Тор сверх. Можно взять. Одеть, возможно. А это у нас броня сейчас. Так, это 34. Одна единица брони. Уменьшение урона при... Блоке. Давайте вот это вот. Использую это. А там мы одели. Правильно? Или это мы убрали? А как на себя-то одеть? А ну-ка быстро. Может здесь надо как-то одеться? Повзять все. Ботинки. Это мы все взяли. А тебе надо ко мне теперь одеться? Евро-доллары взять. Надеть одежду и снаряжение дополнительно. Сейчас будем разбираться, ребята. Там не снаряжение, а рюкзак. И теперь пробуем, как нам одеваться-то. Я что-то не понял. Возможно, здесь где-то одеться надо. Открыть тайник. Ну давайте-ка... Как же одеться-то? Здесь только перенести и закрывать можно. Это, я так понял, на нас одето. А если я хочу что-то другое одеть? Три единицы брони. Ну это все... Это камуфляжная броня. Ну я не знаю, как ее одеть. Е-мое. Футболки эти, спортивные майки. Это ж все броня. А броня у меня только 19 единиц. Так, смотрим. Душ. Включить воду. Фигня. А, как отключить так? Все. Давайте-ка посмотрим на себя хоть в зеркало, как мы выглядим. У нас черепуха-то случилась. Мы даже не видели. А где наша черепуха? Ну татуки. Затылочная область. Так не видно. Отвернуться от зеркала, улыбнуться, нахмуриться, надуться, удивиться, посмотреть. Давайте улыбнемся хотя бы. Жить веселее стало. Ну, типа все. Как выйти? Отвернуться от зеркала. Это мы голые. Ну, а как же ж мне одеться? А есть. Давайте-ка пусть нам покажет, как нам надеть одежду. Надеть одежду. Покажите, как надеть одежду. Прочитать. Ну, ладно, окей. Давай прочитаем письмо. Хоть что-то такое сделаем. Так, применить. Сообщение. Четыре сообщения. Задолженность по аренде квартиры. По нашим сведениям, в этом месяце вы не оплатили аренду квартиры, расположенная на мегабашне H10, согласно договору об аренде жилья. Так, дальнейшее задержание оплаты приведет к выселению в принудительном порядке. Медицинский мега розыгрыш. Внимание, медицинский мега розыгрыш. При покупке двух билетов дарим третий. Бесплатный, понятно. Не покупайте на ноге для увеличения члена. Да ладно. Это мошенники. Внимание, зафиксирована атака. Внимание, обнаружена вредоносная программное обеспечение. Ваш компьютер был атакован демонами третьего... Что там третьего? Разряда. Суда не выполнено. Поесть надо дополнительно. Давайте пожрем. Покушаем, покушаем. Взять. А есть. Теперь, что надо делать? Пополнить боевой запас. Пополнили надеть одежду и снаряжение дополнительно. А как ее одевать-то? Я его знаю. Чего не знаю? Надеть одежду и снаряжение. Снаряжение. Так. А что тут можно создавать-то? Слушайте, а тут нужно создавать-то. То есть, если создавать оружие, значит их можно разбирать. Электромагниты. Пистолет 124 единицы. В секунду. Урон 31-38. Как его создать? Нам-то требуется способность мастер. А вот это что? Заблокировано. Ладно. А вот допустим катану. Мастер. Улучшение. Хорошо. Какие можно сделать улучшения? Мы-то и катану не выбрали. Недостаточно компонентов. Броню можно улучшить. Недостаточно компонентов. Блин, а как же шли эту снаряжение-то? Снарягу-то? Это мы 10% только прошли? А двери по смерти открыты. Осталось только и вступить порог. А вот здесь типа снаряга, допустим. Одежда. Теперь нам надо выодеть ее. 18 единиц брони. Но это вообще фигня. Вот это 34. Какого-то по максимуму есть? Это 9. Вообще фигня полная. 29. 34. Вот это вот надо вот одеть как-то. Как она одевается? Используется. О! Теперь я понял. Так, используется. Теперь надо одеть штаны. 3 единицы броня. 9 единиц броня. 9,2. Обтягивающие рокерские штаны из-за ара мидного волокна. Двухслойная кожа. Винтажная брюки. Давайте кожаные оденем. Пользуется. Теперь надо обувь. Кеды или кожаные ботинки? Конечно, кожаные ботинки. А смотрите, тут еще есть кожаные ботинки с композитными вставками. Вот это 15 единиц брони. Теперь это у нас что? Шорты. Фигня. Кепка. Ультра-прочная бейсболка. Хотя она у нас что она у нас? 4 брони. А если одеть 6? Армейская балаклава 6. Ультра-прочная 10 бейсболка. 8. Очки. Давайте вот это лучше оденем бейсболку. Это титановый брейн-данс обруч. А добавляет броню. Кстати. Очки. Тоже броню добавляет. А мы вообще сейчас будем припакованы. Лабораторный провизор. А нет. Смотрите. Если провизор то значит очки снимаются. 9 9 8 Обруч надо будет на себя посмотреть в зеркало как мы выглядим. И теперь старая камфляжная надо будет сверху еще одеть 30 броня а здесь 34. Сможем ли мы сверху еще вот такой тяжелый армейский жилет одеть? А нет смотрите жилет если одеваем то тогда куртка снимается. Значит куртку оставляем. Так здесь что у нас еще есть? Осколочная граната 335 единиц урона и это что на электромагнитная гранация граната 95 единиц урона зона поражения 4 метра длительность 4 секунды не смертельно накладывает эффект электромагнитного импульса на 5 секунд. Дальше расходуемые предметы теперь надо поговорить с документом надо встретиться приходи в дайнер дома окей зачем ой это еще зачем потому что я тот кто спас тебе жизнь честно говоря я еще не пришел в себя после того что со мной случилось это случится еще не скоро так и что же если ты хочешь жить тебе нужно вернуться в игру время не ждет хорошо я уже в игре я буду там это уже пятая или шестая игра уже по чуть-чуть ребята привыкают к игре опять хрень такая как сбой в работе биочипа администрация мега башни h10 уведомляет вас что ваш автомобиль ждет вас на ближайшей автостоянке желаем хорошего дня я хочу в зеркале посмотреть как я теперь в новой одежде выгляжу штаны где трусы шапка где я голый полностью че за че за херня а ну-ка посмотрим что на мне не одето ничего я просто тупо голый ботинки без штанов да ладно хорошо что я в зеркало посмотрел смотрите что появилось тут перезагрузка это что у нас песня для повтора это у нас это что обратный этот счет перспектива мрачная чем выше забираешься тем больше больнее падать легендарный рокер это по каком пути мы типа прошли что-то давайте еще раз снаряжение снаряжение появилось уже где мой пиписька где моя нету пиписьки давайте ка оденем ну типа одел а штаны погодите низ так а теперь вижу одет а то был я в пиписьки какой-то непонятный знаете что еще может быть майку какую-то одеть под низ форс низ бронеха чтоб у нас была броня увеличивается нормалез а это что набор одежды но у нас набора никакого а нет фигня так более менее уже выглядим теперь давайте сменим вот здесь сменим на катану ближнего боя насадки модификации какие-то можно делать так нет катана выбираем катану катана у нас добавлено теперь давайте ком модифицируем мы попробуем дробач модифицировать модификация дробача что можем подцепить прицел короткие голографические прицел рассчитаны на массового потребителя так время прицеливания а это что пытливый взгляд короткий прицел короче надо пробовать модификацию сделали назад теперь давайте вот это модифицируем пистолетик такой прицел сделаем все так нормально и погнали к прийдется с таком эрда он где-то здесь у входа что ли такой себе прицел нам надо какой-то или электромагнитную пушку сэкс привет я тебя не увидел недели две или даже больше кажись думал ты от нас уехал нет давайте может что-нибудь добыли неприятность обычная фигня ну да и теперь наверное нужно железо и свиньи показывает быть покажи что есть надо будет скинуть всякую трихомудию которая нам не надо вот это вот скинем давайте вот это скинем это скиня это все по продаем что чем мы не пользуемся и посмотрим что у него есть из катаны до продать ножи это репутация это наш а это чудо еды 231 единица а у нас какая катана используется ну-ка дайте я гляну свою катану так катана 72 3 единицы в секунду 28 единиц урона выручена а это двуручная дубинка 28 единиц урона но у нас так такая уже есть катана или это можно как-то обычно необычно или как-то можно пока прокачать как-то да мы купили получается получше катану нам надо будет ее использовать окей спасибо течил давайте сразу же катану будем использовать сменим-ка снарягу поменяли 92 единицы урона все давайте-ка посмотрим как она у это нормально рок-сока ты на себе выдан орден на меня что ли а ну нахер а быстро побежали это я в розыске надо ныкаться но я не хотел его убивать полиция с кинами а бегут меня ищут ладно будем короче с перезагрузки ребята но я нечаянно конечно зарубил чувака этого делать нельзя так как городе надо жить мирно пичок ужас ты катана у нас не осталось значит опять бежим покупаем ее что есть на продаже только лучшее снаряжение так смотрим что можем купить 117 единиц урона нифига себе ножик вот это я понимаю а это что у нас мгновенно восстанавливать 40 процентов здоровья 30 секунд 86 единиц урона 117 единиц урона электрическая дубинка альфа это у нас получается что мачете и бейсбольная бита все таки катана она клинковое оружие острая смертоносная а это у нас уже клинковое оружие ну давайте возьмем 1600 ну их с ним взяли было не было теперь давайте мы ее сразу же блин с направлением пока мисс нам отдохайся такс возьмем к вот вот так вот распрячь чувак нам клинки вместо рук вместо рук надо что-то на мне не наверху надо внизу встретиться встретиться с так и мурой украшения точная причина смерти пока неизвестна и текущие сведения говорят об отказе сердечного нефлата пункции района на оставшиеся до выборов срок будет исполнять его заместитель и помощник уэлдон ол ол также объявил что сам примет участие в предвыборной гонке сегодня все мы оплативаем безвременную кончину нашего мэра и доброго друга ой какая девочка она повернись лицом они такая неплохая так взять медиатор эту ты хамудью потом можно будет скорее всего продавать привет привет продаю что это голену пробега почти не состояла 10 лет гаража чувак боялся что кида покупать не буду эту голену пока не надо бабло тратить пока месь город прикольный транспортное средство покупка фиксер предлагает вам купить транспортное средство каждый раз когда вы получаете предложение от фиксера на вашей миникарте появляется новая отметка чтобы купить транспортное средство доберитесь до нужного места и перечислите фиксеру деньги зачем это тратить деньги пока месть у меня есть свой транспорт а нет подождите он мне почему-то недоступен доступен а 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 медицинский прикол кстати валялся просто на пол садись ты выглядишь неплохо пока ехали в машине мне казалось что ты не вы так что вы хотите зачем вы мне помогли делал биочипе так что хотите сразу делал вы собственно от меня хотите для начала скажи мне где найти эвелин паркер эвелин зачем она вам она в интимных отношениях с юринобу а рассакой у нее есть к нему подход я сам хотел бы с ней поговорить она обещала что избавит меня от чипа и я бы на это не рассчитывал она скорее всего уже далеко вот вы сами и ответили на свой вопрос эвелин уже далеко почему ты думаешь что она поможет тебе с чипом ей помогает корпорация не знаю думаю что да думаю что нет вы сдаете слишком дать много вопросов задаешь вы задаете слишком много вопросов мне интересно много того что ты знаешь может лучше скажите что то что интересно мне и я хочу жестоко наказать юринобу а рассаку за совершенное убийство простите что не смог вам помочь я немного тороплюсь так что ищите справедливости в night city я хочу отомстить здесь это сделать проще есть люди которые помогут мне прикончить юринобу мне нужно только их убедить думаете они поверят какому-то наемнику у меня нет других доказательств тем более я здесь никого не знаю и за мной охотятся так мы что такие зайдем в а рассака тауэр и объявим всем что юринобу преступник что он убил собора а рассаку мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории есть процедуры которые помогут установить правду детектор лжи нет спасибо в таком случае подумай сам ты умираешь ты не знаешь как тебе спастись во всем виноват чип изобретение а рассаки о котором знают только там а рассака может тебя убить но может и спасти главное чтобы нужные люди стали на твою сторону политика вы говорите про андерса хельмана откуда ты о нем знаешь я же готовился к налету хельман разработал и создал этот чип он только пешка я имел ввиду более влиятельных людей тем более андерс хельман бежал из-за рассаки он предатель что он отвлекся что там увидел телевизор я хотел бы спросить куда не плюнь везде а рассака эй я вообще-то слушал слышь не ори никому кроме тебя не интересны эти корпоративные шлюхи что ты сказал чё слышал так и мура не надо хотя бы один из вас не кредит спасибо за предложение я подумаю и перезвоню мне нужно время чтобы придумать план ты много выиграешь если мне поможешь только прошу тебя не уезжай из города с чего бы скорее всего только здесь я и найду кого-то кто мне поможет кого-то кроме специалистов а рассаки таких людей не существует мы только что обсуждали варианты я обращаюсь к вален паркер создатель чипа должен знать о нем все только вален паркер для начала я попробую поискать эвелин если она не помогла тебе до сих пор то уже не поможет слышали про воровскую честь да только у воров как раз нет чести есть просто честь и ринобу а рассака бы с вами согласился это паркер тебе не поможет на твоем месте я бы приготовил запасной план андерс хельман создал этот био чип я найду его и он решит проблему даже если придется опять перейти дорогу а рассаки хельман сбежал от них я сам искал его много дней он как это говорится как камнем как в воду кану а зачем вам хельман это от него сабуру сама узнала планах юри нову хельман хорошо знал их обоих поэтому он может быть ценным свидетелем крысы громко пищат если прищемить ему хвост я собирал информацию несколько дней все пути вели в одно место в клуб по смерти меня там быстро развернула королева фиксеров без приняла вас за пиджака или вы знаете как говорится с такими она вы работали на сабура и до сих пор не знаете как говорить сильными мира сего она не хотела иметь ничего общего с тем кого называют убийцей сабура а рассаки убийстве много информаторов она знает все что творится в городе я попробую спросить ее насчет хельмана это грубая жадная и мелочная женщина желаю удачи я не могу здесь больше оставаться ты можешь делать что хочешь ищи паркер хельмана кого угодно я встречусь с друзьями которые могут мне помочь когда люди из а рассаки будут готовы тебя выслушать я позвоню тогда до связи если ты каким-то чудом доберешься до хельмана дай мне знать пожалуйста нам с ним есть о чем поговорить о дженни фастфуд и грязь да в чем-то этот город не меняется раз а к все также хочет захватить мир 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 неумолимо погружается в хаос по крайней мере бестии еще жила а мы теперь приятели по моему ты охренел сначала пытаешься меня убить а теперь подмазываешься типа ничего и не было вообще чтобы я слышал не обязательно говорить вслух чего тебе надо я обдумал все это дерьмо еще раз теперь ты нужен мне живым а не пошел бы ты нахер а представь каково было мне ты проснулся на свалке а я в твоей голове рядом с твоими мыслями воспоминаниями так что думаю мы в расчете я успокоился и стал думать что со всем этим делать мы ведь можем помочь друг другу давай начнем с бестии я ее тысячу лет знаю ты призрак прошлого чувак все твои друзья или сдохли или впали в маразм и нихуя никого не помню silver hand умер легендой такое не забывается допустим ты знаешь бестию что мне ей сказать что моя мозговая опухоль это ее старый дружок джонни да ладно бестия слышал и не такую хуйню причем в те времена когда твоя мамаша еще целкой было можешь не рассказывать я видел твои воспоминания 6 бестия сделает все что я скажу просто приведи нас по смерти нет никаких нас от задание выполнено вечный сон позвонить джуди дополнительно осмотреть ну давайте позвоним джуди или то мы уже выполнили в принципе контакты в общем короче закрыли а нет посмотрите позвонить джуди а кто такая джуди вообще отслеживать задание где там это джуди я просто фиг его знают а вот джуди давайте позвонить я хочу поговорить с эвелин слушай мне надо найти эвелин знаешь где она 5 что сказала не спрашивай . окей давай тогда потусим давай может встретимся и поговорим а ты в лизис эти сады джуди у колен домика ну погнали машину вызвать не можем но нам надо машину купить ах ты же блин а ладно и тут мы можем карту глянуть ох нифига себе райончик то смотрите он буду еще увеличиваться увеличиваться и фиг знает до каких размеров а где легенда вот я а где можно купить здесь тачку почтомат рипперы и пиры тогда мы смотрим журнал задание два товарища второстепенное задание купить это есть . а где моя тачка чумба это так что это жизнь не останавливается когда человек забрать свою машину из гаража вот сначала надо короче забрать машину из гаража как далеко от метров подожди а чуть-чуть нет а и ёпта журнал еще раз я не нажал не моя . отследить по 25 метров не забрал тачку из гаража и никак не могу теперь вызывать хотя раньше мог вызывать это не моя . и ним а вот моя . за углом она воздухе висит зацените ребята опять смотрите это как баг такой небольшой машину тупо воздухе висит вот она не касается земли видите да я присяду она летает реально смотрите видите его машина стоит а моя просто летающая окей давайте сядем то происходит тут такого хера джонни ты видел что то тут не так да ты думаешь да я не про аварию чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия вот что странно приносим наши глубочайшие извинения по поводу дорожного происшествия номер такой-то от лица корпорация деломейн приглашаем вас в наш головной офис главный для оценки причиненного ущерба и выдача компенсации а ну давайте отследим задание где моя . чумба главный офис 20 метров здесь не сразу показа . до нее дошел до этой точки а потом раз дальше те показывают опять 14 километра как я туда как я туда доберусь до этого офиса а тут можно вообще машину куда похитить стой не сбивай меня стой твою мать до этого не watchdog дай свою тачку убейте их если хотите только не меня так уже забыл как там сменить то хочу не меняется то сменить вид это вот на крестик надо было нажимать так это это здесь еще надо какие-то вертолеты дина ответить ну давай отвечать еще услышишь я один знаю все что творится в центре яви да знаю а слышим всякого если что нужно обращайся и помни и на все про всех знает но управление сделаны прикольно на машине ничего тут не скажешь плохого прикольно что за спешка надеюсь чувак ты застрахован офис компании это здесь уже неудобно немного смотреть на карту и их отсюда а пошел ты нафиг говорят в хейвуде новая душа я себастьян и пара меня называют приятно познакомиться люблю людей которые ценят будем на связи мой юрист тебя обнулит нахер слышишь меня попрощайся с бизнесом будьте любезны назовите контактные данные вашего юриста да ты охуел робот благодарю обработка данных пожалуйста подождите привет дал добрый день мадам или сэр чем могу служить тел ты чего не узнаешь меня ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии вы разговариваете с под программой сети доломей увы мои оперативные возможности ограничены сообщите пожалуйста идентификационный номер 770 1110 1096 номер происшествия идентифицирован 96 конце номера означает государственный преступник ваша личность установлена мистер ганс йонас опишите свои ощущения после происшествия номер 7 7 1 1 1 1 1 0 1 0 9 6 авто покорежено мое сердце разбито но это я обсужу с настоящим доломейном вы извините если данная под программа не соответствует вашим ожиданиям я прибываю в кризисном состоянии не могу следить за всем я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб а этот что плотной мы могли бы поговорить в другом месте конечно давай тогда следуйте за дроном погнали дрон я полностью осознаю что сейчас наш сервис могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации экскурсия двор соединяет мастерскую с офисом а вот здесь происходит магия мастерская полностью автоматизирована я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг к сожалению в настоящий момент мастерская перегружена работой но надо думать причина сбою в автопарке сети долома им пока не установлена моя рабочая версия заражение мощным вирусом прикольно это командный штаб для меня честь принимать вас здесь как ни странно а зачем тюкче штаб это у людей может быть штаб тебе то зачем когда-то в этом таксопарке работали люди я использовал уже готовую инфраструктуру а что значит все эти лампочки вот это я и хотел обсудить зеленые индикаторы обозначают машины которые находятся на связи как видите контакт с несколькими машинами утерян это красные лампочки ремонтные дроны не могут помочь боюсь в этот раз необходимо участие человека поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин так ну ладно окей помогу я помогу тебе найти эти машины очень рад слышать сейчас пришлю вам их последние известные координаты машины надо просто деактивировать тогда я восстановлю управление и верну их в гараж что-нибудь сделаю автомобили сети доломей отлично защищены обязательно захватите с собой сканер крипто анализатор реинтеграция nokia где там взять вот это что ли взять это получается дополнительное задание мы его сделаем чтобы получить автомобиль так наш автомобиль разломанный 70 метров найти такси так полтора километра задание обновлен да ладно нафиг она мне надо нафиг она мне надо если у меня уже есть такая точила и поеду-ка я журнал возьму задание основной кстати у нас уже это было видите это все дополняшки а дополняшек тут вообще автоманиал офигеть сколько много это будем мы миллионы часов проходить нет ребята короче возвращаемся если мы можем украсть машину забрать лучше так и будем пользоваться этим моментом на перепутье и уровень угрозы средний уровень угрозы высокий давайте кукольный домик вот это отследим куда мы хотели ехать третий сад джуди может какую-то маленькую машину попроще взять в принципе это и так маленькая но она сильно сильно быстрая мне кажется резкая она прям с места рвет но управляется прикольно давайте еще сейчас посмотрим как она дристует давай да с места рвет нормально а как а когда госпожа и хозяйка в эстбрук загляни ко мне когда будет минутка нам нужно рассчитаться за сандру дорсет вы хорошо сработали и твой друг до связи а вот как а то есть деньги забрать машины в продаже по адрес сообщения короче не едем на основное задание там потом как-то решим но город были на большой реально город большой смотрите я не знаю как можно ли заходить он будет попробовать еще по заходить в разные дома будут ли открытые двери там закрыто это мне будет потом интересно проверить а здесь написано новая зона кабуки это скорее все район они зона или это к кем-то бан дам принадлежит район у и корпорациям. а всем не больно пошел сам туда закрыто русскими буквами написано закрыто не клоун да откроешь из меня хорошая память на лица открой сиська мы сейчас закрыты мне нужно поговорить с джуди она у себя по лестнице вниз я скажу джуди что ты к ней шельма это шельма это называются деньги что ли это стоит на том же самом месте как что там весна шлюха и что а ну-ка проверим и кто банда шельма или матюков до хренища я еще не обратил внимание по моему матюки отключать нельзя хватит присылать мне всех шлюх которых встречает что мне с ними всеми делать раз тебя так заботят левые люди займись вон своим гостем с юзи мы не договорили да нет сука договорили кто у нас тут такой настойчивый нам джуди ты давно разговаривала с эвелин мне надо ее найти это важно блин смотрите какая клава который сам просрал похоже ты все-таки с ней говорила просто хочу узнать как а так нельзя ответить ты знаешь чем все кончилось значит вы с ней говорили я знаю что ты запорол дело и потерял всех своих настоящий профессионал вообще-то ты тоже к этому причастна налета бы не было если ты не помогла из брейндансом вы же меня в этот тянули ты и она я знала что это плохо кончится я вам сразу говорила будешь изображать жертву да на тебе нет ни единой царапины ладно придется разгребать это говно вниз но ты в отчаянии у тебя это на лице написано окей ну допустим я в полной жопе биочип из-за которого устроили налет медленно убивает заказчик эвелин может что-то знать об этом биочипе это может меня спасти вот поэтому я хочу узнать кто ее нанял ну допустим я тебе верю ладно эвелин кукла раньше работала в облаках советую искать ее там где это там на столе портсигар с адресом возьми его и отдай эвелин когда ее найдешь задание обновлено кукольный дом взять и где где взять и что взять это чули портсигарта взять мега башни статусное место выйти из лизис я чё говорю ребята смотрите какие экрана у нее тебе еще что это будущее 2000 будущее 2077 год смотрите у меня реально сейчас экран в 3 но в 4 раза тоньше чем у нее сейчас на столе сейчас мы идем по принципу потому что уменьшаем экраны а в 2077 как в игре киберпанк они будут все толще и толще там чуть ли нет не лупа от старых телевизоров ладно окей я тогда пойду простой поход скажешь потом как у нее дела хорошо и и я тебе позвоню я тебе позвоню спасибо спасибо ну прикольно сделали прикольно уже начинается по чуть-чуть игра нравится ребята давайте я буду сохраняться и продолжать будем уже в следующем видосике с вами был мавик не забывайте подписаться нажать колокольчик и поставить лайкос в общем с вас лайкос меня видос покеда увидимся в следующем видосике